ДНД Все местные практически здесь, жители города Звенигород, которые неровно дышат, я имею ввиду, пьяницам, дебоширам. Все дружинники аттестованы. То же самое я имею ввиду и как по охране общественного порядка, и по пожарной безопасности, чтобы народ знал в этом плане, что не так просто с улицы взяли, так сказать, и все. Дружинники обучены и работают в этом направлении. Сегодня люди научились требовать, в том числе личной безопасности. Но чаще всего действовать сами не желают. А ведь добровольная народная дружина – отличный инструмент для снижения уровня уличной и бытовой преступности, для контроля за поведением мигрантов. В последние годы звенигородские дружинники в буквальном смысле слова спасли около 30 человек. Это переохлаждение, это наркомания. Были случаи, когда вот недавно ходили, так сказать, по охране общественного порядка, проходили лесной массив, отрабатывали. Зазвонил телефон. Подходим туда, лежит девушка, молодая девушка, топколотая вся. Привезли приемный покой. Врач говорит, полчаса и уже бы мертвой была. Все такие вот случаи были. Одновременно дружинники контролируют пожарную обстановку и пресекают несанкционированный сброс мусора. Выступают в роли понятых. Присутствие общественных патрулей быстро разряжает любую напряженную ситуацию. Например, идем по парку, гуляют мамы молодые, с колясками и все прочее. Видят, когда дружина, они себя и комфортно чувствуют, уверенно уже. То есть никаких ни пьяниц, ничего не будет. Мы уже все это на себя берем. Потом какие-то драки, то же самое. Вот я говорю, и от тюрьмы тоже. Я не знаю, что сам Бог, так сказать, знает только, сколько мы человек спасли от этой тюрьмы. То есть я имею в виду, разбираем драки на улице, тут же пресекаемся. Ну, от общественных, так сказать, нарушителей. Конечно, Звенигородская народная дружина – явление в наше время уникальное. В работе общественникам постоянно помогает местное хуторское казачье общество. У ДНД свое штабное помещение и даже транспорт. Но все же главное то, что в Звенигороде есть люди, готовые свое личное время тратить на поддержание общественного порядка. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.